Приветствую вас друзья на канале по Крыму с позитивом, ну а кто нас сейчас смотрит на Яндекс Дзене, то приветствую вас на канале Крымские маршруты. Во время очередного велопохода мы решили посетить недостроенную крымскую атомную электростанцию, основанную в 1989 году, находящуюся недалеко от города Щелкино на берегу Соленого Октажского озера. Именно его и собирались использовать для охлаждения реактора атомной электростанции. Попутно со строительством АЭС строился город атомщиков, подводились дороги, прокладывались железнодорожные ветки со станциями, изменили рельеф, создав при этом пруды для водосбора. Мы, как и все любители экстремальных впечатлений, просто не могли оставить этот заброшенный объект без внимания. Предварительно договорившись со сторожем, вооружившись фонариком и камерой, мы устремились к эпицентру странного шума. Где и встретились лицом к лицу со странным гостем, очень похожим на пришельца. Да ладно, шучу, но согласитесь, ребят, такая история была бы намного интереснее. Так вот, предварительно договорившись со сторожем, вооружившись фонариком и камерой, мы устремились осматривать первый этаж АЭС. Однако цель посетительной атомной электростанции – это, конечно же, трубинное отделение, где в 1996 по 1999 годах проходил самый масштабный фестиваль электронной музыки. Республика Казантип – атомная вечеринка в реакторе. А модный ныне Федор Бондарчук снимал фильм «Обитаемый остров». Силуэт энергоблока засветился в кадрах других кинолент. Если ты еще не подписан, подпишись на канал, и будет тебе счастье. Спасибо за подписку. Я тебе очень благодарен. Самостоятельно ходить туда опасно. Ну, что, впрочем, это мало кого останавливает. Зато тем, кто поднимется на крышу здания, открываются потрясающие виды. Друзья, мой вам совет. Подниматься наверх станции без проводника, а также мощного фонаря, очень опасно. Можно упасть с разрушенной лестницы, заблудиться или, не заметив, провалиться в одну из многочисленных дыр в полу. Достаточно обойтись первым этажом, чтобы ощутить атмосферу ушедшей эпохи, как, собственно, поступили и мы, прислушавшись к инстинкту самосохранения. Когда проектировали и закладывали Крымскую АЭС, ничего не предвещало, что ее судьба будет такой трагичной. Да и не было бы ничего трагичного, если бы не авария на Чернобыльской АЭС. Именно она и привлекла к развязыванию антиядерной истерии, погубившей почти достроенную Крымскую атомную станцию. Точку в судьбе Крымской АЭС поставил Госсовет Республики Крым в феврале 2016 года, дав согласие местному министерству имущества на списание с баланса недостроенную Крымскую АЭС путем сноса. А полученные при демонтаже объекта стройматериалы решили направить на строительство Крымского моста. Крымская АЭС Друзья, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Думаю, оно станет для вас полезным. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами был Ваня. Всем пока-пока.